Галина Павловна Вишневская, приходя к мужу на Новодевичье кладбище, искренне поражалась памятником на престижном погосте и не раз говорила. Устроили из кладбища Диснейленд. Один с собачкой, другой там крутит фэйтэй. И действительно, чего только стоит генерал-связист, который не прекращает напряженную работу и после ухода из жизни. Почему-то вот с телефонной трубкой звонок на тот свет называет. На Ваганьковском шокирует мраморная дама, занимавшая высокую должность в эпоху застоя. Такая патрицианка, лежащая на тахте. Впечатляют памятники цыганским баронам. Такое увидишь только в России. Он улыбается, у него золотой зуб, причем он из натурального, кусочек металла вставлен туда. Потомки не забудут, как выглядели криминальные авторитеты 90-х, крестные отцы и рядовые бандитской пехоты. И особый интерес всегда вызывают могилы людей знаменитых и скандалы, и интриги, которые разгораются после смерти народных любимцев. Очень редко вопрос надгробия решается без некрасивых конфликтов. Центральная аллея Ваганьковского кладбища. Памятник Владимиру Высоцкому. Я помню Севку, Адулов, там, сверху его память. Кто-то его спросил, там, как вам память. Он говорит, гитара, говорит, в таком виде, может быть, только в одной ситуации, в драке, говорит, когда ей бьют по голове. Тут иконе, отсылка к знаменитой песне Барда и указание на буйный непокорный нрав Высоцкого. И гитара, и как бы нимб над поэтом, крылья за спиной, и саван как будто не горит на костре. Похороны Высоцкого состоялись 28 июля 80-го года. Проститься с ним пришло 75 тысяч человек. Состояние сотрудников правоохранительных органов в тот день можно обозначить только одним словом – шок. Это был стихийный, невиданный митинг. И я коней напою! Его песни знала вся страна. Все восторгались его героями в кино. Я сказал, горбатый! Но миллионы советских граждан не знали, что их кумир – глубоко больной человек, собственноручно уничтожавший себя наркотой и алкоголем. Он меня так держит, смотрит в глаза, говорит, я, кажется, не могу с собой справиться. Понимаете? Это у меня, вы знаете, как что-то по спине продержал холодок по позвоночнику. У Высоцкого болело сердце. Было ясно, что жить в таком напряжении просто невозможно. Но в то, что он может так рано умереть, никто не верил. У него были планы. Он собирался уезжать в Париж 27-го, по-моему, числа. То есть через два дня после того, как все с ним случилось. Пять дней Высоцкий пребывал в агонии в собственной квартире на Малой Грузинской. Рядом были администратор Янклович, фельдшер Гадяев и его любимая девушка Оксана. Приезжала скорая. Врачи говорили, что Барда нужно отправить в реанимацию. Но друзья оставили его под свою ответственность дома. Смерть Высоцкого, по мнению властей, была очень некстати. Шла Олимпиада. И народного кумира хотели похоронить тихо и подальше от центра города. Но Иосиф Кобзон пошел с отцом артиста на Ваганьковское кладбище. Директор сразу сказал, что вообще разговоров нет, конечно, похоронил. И Кобзон ему дал денег. И он не взял. Любимому всей страной актеру Ибарду директор Ваганьковского кладбища выделил одно из лучших мест, за что вскоре поплатился. Мы точно знаем, что спустя некоторое время после похорон Высоцкого директора кладбища сняли с должности. На похороны прилетела из Парижа последняя жена поэта Марина Влади. И сразу после прощания с Высоцким началось обсуждение, каким должен быть памятник на его могиле. Марина Влади считала, что это должно быть что-то простое и в то же время необычное. Она хотела что-то дикое. Камень должен быть необыкновенный какой-то, непохожий на все остальные. Высоцкий писал о Владе. 12 лет тобой и Господом храним. Без ее заботы он умер бы гораздо раньше, но спасти его было невозможно. Марине казалось, что Высоцкий – это метеорит, который залетел к нам из космоса и сгорел, ударившись о землю. Но украсить могилу метеоритом было невозможно. Это как, я не знаю, бриллиант, там, 18 карат положить на могилу. Ну как это, там, каждый грамм стоит раз в 50 дороже, чем золото, до этого метеоритного вещества. Марина обратилась к близкому другу Владимира, золотопромышленнику Вадиму Туманову. И он снарядил на Урал целую экспедицию. Два Камаза и подъемный кран проехали 2000 километров. Искали и нашли редкий камень – трактолит. Его возраст 150 миллионов лет, вес – около трех тонн. Это низ. А он стоял как бы, ну вот, понимаете, вверх. Это низ. А это вот напоминало даже чуть-чуть нагнувшую голову. Но камень этот родители и сын Высоцкого поставить на могилу не разрешили. Им понравился памятник Александра Рукавишникова. И, на мой взгляд, внешнее сходство, ну, абсолютное практически. А Марине Владе лицо любимого показалось просто безобразным. Вздувшиеся на шее мужа вены она сравнивала с жабрами, а гитару нимб – с горбом Квазимода. Ей показалось, что лицо какое-то неживое, челюсть там лошадиная, глаза пустые. На открытии ее не было. И больше того, насколько я знаю, даже потом она приезжала и попросила цветы отнести, но сама не пошла. Один из самых дорогих памятников на Новодевичьем кладбище у народного артиста Вячеслава Тихонова. Стоимость – 5 миллионов рублей. Был много легенд вокруг этого памятника, что семья не делает надгробия, семья украла деньги, там вообще еще что угодно, там что… Какой-то странный Андрей Балконский. Французы разорили мой дом и идут разорить Москву. Оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои. Они преступники все. Вячеслав Тихонов страшно не любил свою роль в эпопее Сергея Бондарчука. Он считал, что его кандидатуру режиссеру навязала министр культуры Екатерина Фурцева. Бондарчук из него выдрал всю жизнь из этой работы. Он ему говорит при встрече, ну какой у тебя Балконский, посмотри на свои руки, а у него пальцы рабочего человека, он там все время в перчатках кинет. Актер считал эту роль провалом и так страдал, что даже вообще хотел уйти из профессии. Но за его спиной на памятнике появился яркий символ войны и мира – могучий дуб. Интрига вокруг скульптуры закрутилась сразу же после кончины знаменитого артиста. Прощание с ним состоялось 4 декабря 2009 года. Смерть в декабре ему задолго до этого напророчила Ванга. Родственники Тихонова сразу же заявили, что хоронить гордость страны и ставить памятник должно государство. Тихонов принадлежит всем, всей стране, ну и, соответственно, может государство о нем позаботиться. Похороны Тихонова были организованы Министерством культуры и почти полностью оплачены из государственной казны. Тихонов был таким именно неким правильным, идеальным, отстраненным богом советского кино. В последние годы жизни он не снимался и появился на экране лишь в одном фильме, сыграв именно Бога. Запомни, тебя поцеловал сам Господь Бог. Ты будешь великим человеком. Но Тихонов был человеком очень скромным, деликатным и испытывающим из-за массового почета большую неловкость. Он считал, что слава досталась ему незаслуженно. Вот он это до конца жизни считал, что его талант несоизмерим с той всенародной любовью, которую он получил от людей, от коллег. Каждое захоронение известного человека на Новодевичьем кладбище превращается в масштабное шоу, которое с интересом смотрит вся страна. Но Тихонов такого не хотел. С помпой проводить его в мир иной решила любимая дочка Анна. А вот как выглядит могила его первой жены и первого ребенка, сына Володи. Нонну Мордюкову похоронили в июле 2008-го на Кунцевском кладбище. И включать связи для этого не пришлось. Знаменитую актрису ожидало место рядом с сыном Владимиром. Но вот чтобы в свое время он попал на этот престижный погост, позаботился Тихонов. Когда Володя умер, Вячеслав Тихонов, марсовет, генос в кладбище, там военные, там, туда не так просто взять и пробиться. Вот. И он выхлопотал. Их союз был обречен на гибель и продлился 13 лет только благодаря уговорам матери Мордюковой. Жили два актера бедно, в страшной коморке, ужасы быта легли на плечи Нонны, и ее муж больше думал о своих ролях в кино. Как они там вообще не зарезали друг друга, нет, или точнее, как она его не зарезала, а как он не повесился. Вот это вот странно, да. Владимир Тихонов стал актером, но жизнь его сломали наркотики и алкоголь. Он скончался от инфаркта. Мордюкова, как и Тихонов, могла рассчитывать на место на Новодевичьем кладбище, но хотела упокоиться исключительно рядом с любимым сыном. Она мне говорила, ты только не делай мне памятник выше Володиным, чтобы ему было не обидно. Люди давали деньги, и я все вложила в этот памятник, где они с Володей смотрят в одну сторону. Я говорю, Нонна, ну вот видишь, Володя не обидна, вы на одной высоте. Последние годы жизни Тихонов провел в одиночестве. Его второй брак был долгие годы счастливым, но в старости супруги перестали понимать друг друга. Он действительно жил с удовольствием на даче. Жена его жила в Москве. Не то, что разошлись, а разделились и жили порознь, но, видимо, он от нее устал. После смерти артиста на его могиле памятника не было почти 4 года. Хотя из госбюджета на него выделили 3,5 миллиона рублей. Скульпторы Дарья Успенская и Виталий Шанов подготовили модель памятника, согласовались с дочерью Тихонова, Анной. Актер стоит на фоне креста, на котором фрагменты рукописей и кадры из фильмов. От людей на деревне не спрятаться. Тихонов больше всего любил роль Матвея Морозова. Поэтому скульпторы решили, что в основе памятника должен быть именно этот народный образ. Потому что Вячеслав Васильевич был, что называется, из простой семьи. Он прошел через ремесленное училище. Он работал на заводе. Но дочь Вячеслава Тихонова вдруг пропала. Нашла вдобавок к государственным еще внушительные средства у спонсоров и заказала втайне от Успенской и Шанова памятник другому скульптору Алексею Благовесному. Я лепил человека. Человека отца Ани Тихоновой. Вот. Однозначно. Но с пониманием того, что люди видят в нем стирлиц. Тихонов гениально сыграл главного разведчика Советского Союза. Но пресса в негодовании задохнулась. Неужели надгробие украсит фигура в нацистской форме? В костюме СС со свастикой на плече, соответственно, в фуражке череп с костями там, ну и так далее. А на заднем фоне, это вот такие слухи ходили, что я когда Благовеснов хотел показать на заднем фоне кабинет Мюллера. Обошлось без свастики. Помпезную композицию отлили из бронзы в Италии, доставляли морем, было много шуму и претензий. Уже начавшие работу Успенской и Шанов слышать больше не хотят о заказчице и памятнике раздора. Алексей Благовеснов тоже недоволен. Тихонова я не дотянул. Я не смог его сделать так, как хотел. Утопиться я не могу. Я умею плавать. Отравиться я тоже не могу. Найдут противоядие. Олег Даль умер летом 81-го в Киеве, где делали пробы для фильма «Яблоко на ладони». Актер был, как обычно, недоволен. У Даля была мания совершенства. Сыграв десятки ролей, он всегда страдал, что сделал все не так, и люди вокруг него надежд не оправдали. Дикое раздражение всеми и все. Все уроды, все подонки, все козлы, все сволочи, все твари. Он был очень импульсивен. И любое его какое-то нелады с собой, они, к сожалению, сказывались на окружающих людях. С ним работать было очень нелегко. Актер был пьющим человеком и мешал спиртное с таблетками. И было непонятно, то ли к запоям приводила постоянная депрессия, то ли алкоголь расшатывал нервы. В последнее своей жизни лето он почувствовал, что играть не может вообще. Не помнит текст, не знает, как держаться в кадре. И просто в один прекрасный момент он выпил бокал пива, что в его состоянии тоже было не очень можно, потому что у него была зашитая торпеда. И все, и подавился, и все, в дыхательное горло попало. Это же три секунды, и там десять, и все, и ты труп. Когда встал вопрос, как и где хоронить Олега Даля, обнаружилось, что у любимого всей страной артиста нет никакого звания. Однажды на концерте конферансье по ошибке назвал его народным артистом. Даль среагировал. Я не народный, а и народный. А если так, престижное кладбище не положено, выручил руководитель малого театра Михаил Царев. Он сумел найти свои связи, поднять, и сказали, чтобы место актеру Олегу Далю дали вот на одной из центральных как-то дорожек кладбища в Оганьковском. Но Далю выделили место, где в 1904 году была захоронена молоденькая балерина императорского театра Любовь Рослаблева. С тех пор гроб должен был сгнить, а прах истлеть. Но могильщики наткнулись на практически целый саркофаг. На следующий день похороны знаменитого артиста, а могила занята. Я предполагаю, что они эту проблему решали громко, матом, и половина кладбища их слышала. Отсюда и легенда, что Даля не стали подзахоранивать в могилу балерины, а пристроили за оградкой. Но это, конечно, не так. Он упокоился именно здесь. На могиле две совершенно одинаковых стеллы – Олег Даль и Лиза Даль. Пытались обыграть слово Даль, но Даль в смысле далеко. Лиза была необыкновенной женщиной. Она была не просто женой, она была источником жизни. Все свои душевные силы тратила на то, чтобы удержать своего мужа от падения в пропасть. Она никогда бы не допустила, чтобы ее мужа похоронили где-то за оградкой. По российской традиции памятники ушедшим в мир иной ставят через год после похорон. Близкие ждут, пока осядет земля в могиле, и захоронение украшает или простая табличка, выданная администрацией кладбища, или скромный деревянный крест. На Новодевичьем кладбище в первую годовщину смерти памятники появляются только у важных государственных деятелей. Если речь идет о знаменитых актерах и других деятелях искусства, то надгробия нет, как правило, очень долго. Вот в Зыкиной были такие обсуждения, что год прошел, полтора, два года прошло, больше, а памятника нет. Знаменитая певица была одиноким человеком. У нее было четыре брака, множество романов, но нормальной семьи не получилось. Материнством она пожертвовала ради сцены. И нежна, и стройна, и всегда величава она. К концу жизни о ней заботилась не родня, а государство. По распоряжению Виктора Степановича Черномырдина, ей выделили строго охраняемую дачу в Архангельском. Певицу одолевали болезни, гипертония, сахарный диабет, разрушенные суставы. У нее еще была и онкология. Вот, наверное, этого не знают. Но несмотря на то, что она 10 лет боролась с раком груди, жить Людмила Зыкина собиралась долго. И до последних дней выходила на сцену. Рядом и все прекрасно, и дождь и холодный ветер. Я говорю, Людмила Зыкина, надо жить вам еще и жить, а нам надо еще работать с вами. И она говорит, да, правильно, я буду жить за 150 лет. Завещание Зыкина поэтому не написала. Но о смерти иногда говорила. Она считала, что родственники памятник ей ставить не будут. В последние годы жизни у нее, несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте, был роман с артистом Михаилом Кизиным. И она делилась с ним мрачными мыслями. Она сказала, вот когда она болела, уже сказала Кизину, купи, говорит, мне памятник. Давай, говорит, его запрем в сарае и пусть он стоит, а то мне этот памятник никто не поставит. Зыкина умерла от обширного инфаркта и хоронили ее как выдающегося государственного деятеля. Ни к чему наряды, ни к чему фасон, ни в одну девчонку не влюбился он. И больше всех страдала на прощание с ней ее верная соратница Татьяна Савенкова. Она начинала у нее домработницей, а доросла потом до директора ансамбля «Россия» и поверенного во всех делах певицы. Повела себя крайне некрасиво после ее ухода, но она была с ней рядом. Постоянно была с ней рядом. После похорон исчезла коллекция уникальных драгоценностей Зыкиной, которой могла позавидовать сама Элизабет Тейлор. Она нашлась потом на даче у Савенковой. Ну, я не думал, что, конечно, мы найдем колье, где-то мы спрятаны, я так понимаю. Ну, где и кем. А кукона? Наверное, может, и саду закупать. Драгоценности у Савенкова изъяли. Наследниками певицы были признаны ее племянники. Им и достались ее богатство. Квартиры, драгоценности, мебель. Сергей, Георгий и Екатерина – дети сводного брата Зыкиной, который был алкоголиком и жил в деревне. Каждому из племянников она подарила, передала, неважно, по однокомнатной квартире в городе Москве. Но после смерти Зыкиной они никак не помогали с организацией похорон и плевать хотели на то, как будет выглядеть ее могила. Сначала три племянника дружно спустили всех собак на Свинкову Татьяну, ну, а потом, когда Татьяна отошла в сторону, ну, перецапались уже между собой. Наследством Зыкиной распоряжался Сергей. Коллекция украшений Зыкиной оценивалась в 4 миллиона долларов, а он продал все по дешевке. А потом растворился в пространстве. Какой там памятник? Он просто бросил могилу. Было очень много программ, посвященных этому, то, что нет памятника, да. И это, конечно, очень больно ранило по нам. Деньги дали дом Людмилы Зыкиной во главе с Ксенией Рубцовой, народная артистка СССР Элина Быстрицкая, в то время заместитель мэра Москвы Людмила Швецова, глава комитета по культуре Совета Федерации Зинаида Драгункина и губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Памятник был заказан скульптору Фридриху Сагаяну, с которым дружила Зыкина. И он говорит, что идея проста. Певица просто поет на сцене. Когда была жива, она позировала мне. И так что вот эта работа пригодилась, чтобы делать хороший памятник. Но критики страшно недовольны. Зыкина худая, что очень далеко от реальности. На ней нет ее роскошных украшений. Сарафан неудачный. И в целом все не то. Не такой образ несла Людмила Георгиевна. Совсем не такой. Не хотелось видеть в ее образе Россию великую, а не просто скульптурное изображение под аля Рус с косой. Почему Фридрих Сагаян сделал такую хрупкую фигуру? Ответ простой. Рядом миниатюрная балерина Галина Уланова. Нельзя было делать Зыкину в величину, так сказать, натуральную. Потому что она бы заслонила памятник Улановой. Ее немножко трудно было в том смысле, что она очень полная была. Скульптор говорит, работал в строгом жанре. Это классика, лишних деталей не хотелось. Но очень многие считают, что это не Зыкина, а какая-то чужая и нелюбимая бронзовая тетка. И, в общем-то, нелепо и, по-моему, безвкусно. Звучит музыка Звучит музыка О, поверить нам, всегда. Елена Образцова говорила в своих интервью, я хочу сначала умереть, а потом перестать петь. Так и случилось. 28 октября 2014 года на исторической сцене Большого театра. Ох, пустын мне этот свет. В первом ряду сидел ее большой друг, врач, доктор Рошаль. И он мне потом уже говорил, Наташа, он сидел в первом ряду просто вот в близости от Елены Васильевны. Он говорит, я как доктор наблюдал и констатировал смерть. Она умерла. Долгие годы певица боролась с тяжелой болезнью крови, лейкозом. Но выходила на сцену, сидела в жюри на разных конкурсах, преподавала, появлялась в телепрограммах. Две гадалки напророчили ей смерть в 96 лет. И она собиралась жить до глубокой старости. У меня будет хулиганский концерт, и я не знаю, чем это кончится. Но мы все в счастье, пока готовим его. Она смерть очень не любила. Она ее очень чувствовала. Будучи человеком верующим, она понимала, что мы шкурку здесь оставляем нашу, а душа уходит к Богу, и это правильно. Но ей был отвратительный сам процесс умирания и процесс угасания. Она больше всего боялась немощи. Певица надеялась, что ей поможет пересадка костного мозга. Но после проведенной в Германии операции она впала в кому. В последний час с ней был ее духовник из России. И он ей читал отходную, когда она умирала, по скайпу. По громкой связи он читал ей отходную молитву. И мама умерла в тот момент, когда он сказал аминь. При том, что мама была в коме. В последний раз она была на сцене Большого театра 14 января 2015 года. Россия прощалась с великой певицей, великой женщиной, великой патриоткой. Она никогда бы не приняла предложение заключить многолетний контракт с зарубежным театром. Отпевал Елену Образцову тот самый митрополит ростовский и новочеркасский Меркурий, с которым она была в последнюю минуту. Она открывала свое сердце навстречу Богу. И Господь открывал ей навстречу сердцу. Море цветов, море венков, высокие официальные лица. Всем казалось, что могилу Образцовой позже украсит дорогая скульптура, монумент, достойный ее огромного вклада в искусство. Но последний приют певицы украсил простой православный крест. И стоит он до сих пор. Который люди воспринимают как временный крест и спрашивают, когда же появится настоящий памятник. Они возмущаются вообще тем, что Россия так не ценит мировую звезду. Звезду мировой оперы. Стали рождаться версии. И журналисты бульварной прессы предположили, это месть Елены, дочери певицы, которая не забыла матери страшную обиду. Когда Елена была подростком, Образцова влюбилась в знаменитого дирижера Альбиса Жирайтиса и оставила мужа физика, а с ним и дочь. Весь мир знает. Да, мне было 16 лет. Моя мама развелась с моим папой. Не очень красиво развелась. Два года я с ней не общалась. Образцова прожила с Жирайтисом 17 лет и говорила, что это было сумасшедшее счастье, любовь всей жизни, необыкновенное чувство. Но наладить отношения с обиженной дочкой ей удалось не сразу. Никаких попыток со мной встретиться. И когда это было уже вот так, что было невыносимо, вот тогда мы увиделись. Одновременно как-то мы к этому выводу пришли. Деньги на памятник есть. Есть множество влиятельных и богатых людей, которые сочтут за честь оплатить любой монумент на могиле певицы. Но дочь Образцовой говорит, что выполнила волю мамы. Она сказала, что я не хочу, не давите на меня камнем, не хочу ни памятника, не хочу ни плит, никаких, ни мрамора, ничего. Я хочу деревянный крест. Я хочу деревянный крест, и чтобы травка росла. На усеченной пирамиде в основании креста Голгофе написали так, как сказал владыка. Русская певица Елена Образцова. На кресте, как можно сказать, что ты великий, над тобой Христос изображен. Ты будешь писать, что ты великий. Какой ты великий? Ты здесь уже не великий, ты лежишь уже вот. Но многочисленные поклонники продолжают сокрушаться, что на могиле нет дорогой ограды и памятника. Обвиняют близких певицы в равнодушии и жадности и кладут на могилу цветы и плюшевые игрушки. Это народ пытается сам как-то украсить, потому что все же видят, что от этого креста его недостаточно. Очень скромный памятник и на могиле Георгия Витцина. И не подумай, что здесь похоронен такой актер. Обычной стелой серого гранита дешевого, надпись Георгия Витцина, больше там, в общем-то, ничего нет. А вот могила его гениальных партнеров выглядит гораздо богаче. У Евгения Маргунова красивое надгробие из гранита. На могиле Никулина целая композиция с любимой собакой. Я был всегда нервный и зажатый, как мне казалось. Поэтому я пошел в актеры, чтобы немножко уйти от жизни, которая меня зажимает. Он часто играл за битых, пьющих мужичков, которые стали для миллионов зрителей просто родными. Но в жизни Витцин никогда не пил и не курил. Очень любил природу, до конца своих дней занимался йогой. Промывал себе ноздри пипеткой, чем страшно раздражал всю съемочную группу. И как режиссер не свирепствовал, он пока не закончит свой набор каких-то процедур, он в кадры не входил. Пожалуйста, ручку поцеловать. Его знаменитая партнерша Нонна Мордюкова в глаза говорила ему, что таких замужиков не считает. Ты не пьешь, не куришь. За женщину ты не ухлестываешь. Человек-то в жизни какой-то скучный, вялый. Медуза какая-то. Разве можно так жить? Витцину совершенно не интересовали деньги, как и квартиры, дачи, мебель и прочие материальные блага. Когда им говорили, возьмите себе автомобили, ну, Юрий Владимирович, Евгений Александрович, радость-то какая. В руки идет автомобиль. Ну, какой дурак откажется? Георгий Михайлович категорически. Категорически никакого автомобиля, ничего. Но этот нищий тихоня сумел отбить жену у своего учителя Николая Хмелева, известную красавицу Дину Тополеву. А во второй раз он женился на молоденькой костюмерше. Родилась дочь Наташа, которую он любил больше жизни. У него была возможность отдать большую квартиру дочери, а сам он переехал в маленькую хрущевку, собственно, где и закончил свои дни. В последние годы Витцин казался опустившимся бедным стариком. В нелепом берете, с вечной полупустой авоськой. Журналисты писали, что актер еле живет на пенсию. И квартира его ужасна. Там тараканы сильные пошли, судя по всему. Очень серьезные пошли тараканы, которые привели его в некое состояние легкой полубомжеватости. Жена была больна, а дочка, по всей видимости, у меня полное ощущение, что еле сама освободила концы с конца. Витцин умер в обычной московской больнице. Ему было 83 года. Всю жизнь он лечился народными средствами, а тут врачи набросились на него с мощными антибиотиками. И у актера остановилось сердце. И даже когда он был болен, из гильдии актеров ему звонили и предлагали какую-то помощь. Он говорит, ну нет, ну зачем же? Есть много людей, гораздо более нуждающихся, чем я. Витцин верил в переселение душ и хотел, чтобы родные кремировали тело. Но дочь артиста решила иначе. Голубятники со всего района пришли с клетками голубей. И когда выносили гроб из дома кино, они выпустили их, и птицы летали, и пружили над телом Георгия Михайловича. Вот это было очень трудно. Дочери Витцина Натальи после смерти актера не раз предлагали деньги на памятник, достойный народного артиста. Но она поставила скромную стеллу и всем спонсорам отказала. Деньги даже собирали, и она отказалась их взять по той причине, что у нас, как обычно, тот, кто деньги дает, тот и заказывает музыку. А она посчитала, что памятник как бы ее отцу понравился бы. Он был таким стоиком. Жил духовной, душевной жизнью и не любил, не понимал и не принимал ничего внешнего. Памятник шоумену Роману Трахтенбергу открыли в его 43-й день рождения, спустя два года после смерти. Людей было немного, все было скромно и тихо. Снизу кусок красного гранита, символизирующий красную ковровую дорожку. Кажется, что Роман Трахтенберг вот-вот выйдет из-за колонны и начнет шутить. Когда его провожали в мир иной, то многие поклонники думали, что Рома снова шутит. Он обожал тему смерти. Вещание с Трахтенбергом в понедельник. Вход 2 евро. Знаешь, сколько народу придет плюнуть в меня? Ты собираешь бабосы, и с цветами договоришься потом куда-нибудь их пристроить. А я потом в конце встал и... Он раскрутился в 90-е, когда не стало цензуры. Все его шутки были исключительно ниже пояса. Я слышал, что во время секса нужно стонать. Он говорит, давай. Она... Ой, денег нет! Жизнь плохая! Состояние Романа Трахтенберга оценивается в 100 миллионов рублей. Ильвина и его доля – шикарная квартира в 250 квадратных метров в центре Москвы. Казалось бы, уже столько денег не потратить, не проесть, не пропить, не знаю. Все равно все мало и мало и мало. В последние годы жизни Трахтенберга главным украшением жилища выступала Вера Мороз. Скромная провинциалка вышла за шоумена замуж в 19 лет. О, Верочка, вот, Верка готова. Красивая девочка, красивым платьем пойдем. В театр мне все будут завидовать. И он всегда говорил, что вот, я Веру одеваю так, что просто вот она идет, чтобы все сверкало. Все знали, что со мной идет какая женщина. Роман Трахтенберг много пил, употреблял кокаин, за два года до смерти взялся за ум, оставил дурные привычки, резко похудел. Но потом взялся за старое и умер в 42. Оторвался тромб. Молодая жена Вера сказала, что денег на похороны нет. Роскошный гроб оплатил бизнесмен Сергей Полонский. Потом было обнародовано завещание шоумена. И выяснилось, что последняя жена осталась с носом, как и родители Трахтенберга. Все свои квартиры, драгоценности и автомобили он оставил сыну от первого гражданского брака Льву Давиду. Его мать звали Елена. Вера подала в суд на то, что это завещание под деле. Суд принял решение о том, что нет, это оригинал нормальный. Все четко. Две жены, первая гражданская и последняя официальная, дрались за наследство несколько лет. В войне участвовали также родители Трахтенберга. А его могила стояла без памятника. Сначала его близкие долго спорили, каким он должен быть, а потом и вовсе про него забыли. Я говорю, Лена, ну как же быть-то? Надо же делать памятник у Веры. Вот так. Ну, друг на друга. И кончилось с тем, что ни одна, ни другая, ничего. Вера проиграла все суды. И говорить про памятник, и тем более деньги на него не хотела. Мать Льва Давида, которому досталось все богатство, спорила с родителями, как увековечить память шоумена. Вот или мой, или никакой. Ну и Лев Глебович сам все делал. Там где-то нашел он денег, занимал. Там до сих пор, по-моему, отдает. Вот поставил шикарный памятник. Очень крутой. Еще один престижный погост – Троекуровское кладбище. Здесь похоронено много знаменитых людей. И есть целая аллея актеров, трагически ушедших из жизни в самом расцвете лет. Один из самых необычных памятников у актрисы Любови Полищук. Но три года могила была пуста. Несмотря на то, что муж художник-скульптор, все ждали, что он сделает шедевр. И долго этого памятника не было. И уже пошли слухи, почему так. Недавно здесь похоронили юную светскую львицу и внучку олигарха Диану Лебедеву. Она разбилась на автомобиле в Швейцарии. И пока делали роскошное надгробие, установили огромный шатер, перекрывший доступ к другим могилам. Ну и, соответственно, был скандал. С администрацией кладбища ругались, скажем, родственники, скажем, покойных. Среди пышных захоронений, бронзовых монументов и оград совсем незаметна могила Леонида Куравлева. Любимый всей страной артист установил себе надгробный камень еще при жизни, наплевав на приметы. Если ты напишешь свое имя, то тебя это утянет, как некоторые пытались сказать, это утянет, ускорит свою смерть. Его герои простые, как будто из соседнего двора. Тебя как зовут? Криглазая. Катя. А меня Дармидант. Явлан Пеевич. Широкой публике казалось, что у Куравлева калейдоскоп романов. Знаменитый, энергичный, веселый. Но на самом деле он был и остается очень замкнутым человеком. И любовь у него в жизни была одна. С Ниной он познакомился в 16 лет и прожил полвека. У пары было двое детей, и чувство, которое встречается, редко. Да, да, он однолюб, и он как-то... Вот я, например, бабник, а он нет. Сказал однажды, что без нее бы он не был таким актером, которого знает мир. Но в 2012-м Нина Васильевна ушла из жизни, и смерть любимой жены потрясла актера. И без того необщительный Куравлев вообще поставил глухую стену от внешнего мира. Замкнулся в своей скорлупе и в своей беде. Потому что это, конечно же, для него была огромная беда, огромное горе. После смерти жены Куравлев сначала хотел заказать эксклюзивный памятник у известного скульптора. Один на двоих. Присматривался к творениям, которые уже поставлены на погостах. И он говорит, Никас, ты знаешь, я поехал на кладбище и увидел, там академики лежат, профессора. Кто я такой, чтобы ставить такой серьезный большой памятник? Я подумал, вот то, что там продают, то я и поставлю. Плита обычная, недорогая. И Куравлев очень рад, что выбрал себе надгробие сам. Не будет споров, безвкусицы обсуждения в прессе. Это не первый случай. До этого был авангард Леонтьев, здравствующий актер, замечательный совершенно. На милском кладбище он тоже написал. И люди в них раздрагивали, говорят, как, говорят. Идут и видят, написан авангард Леонтьев. Как, когда он умер? Вы говорили, господи, тут же, говорит, только дата рождения. Ушедшие звезды продолжают работать и после смерти. Обыватели приходят поглазеть на их могилы, как в кино или театр. И, конечно, замысловатые памятники им куда интересней простых крестов. Шоу продолжается, и когда кумиры уже не с нами.